Волнуетесь ли вы перед премьерой? Есть ли у вас такое чувство? Да, да, меня сейчас покажут. Сердце бьется, как сумасшедшее. Интересно посмотреть весь фильм, потому что я знаю только свою часть, а вот то, что снимали с другими ребятами, очень интересно. Каждый желающий может попытать свою удачу и, возможно, выиграть горшочек с русскими и не только пословицами и поговорками. Кстати, эти горшочки – реквизит из нашего фильма. Так, 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 Соня Райкова. В каком фильме вам сниматься понравилось больше, в первом или во втором? Во втором, да, во втором тоже. Мне кажется, потому что второй фильм, он более будет интересен, потому что там больше всяких разных ссор, моментов, да, и персонажей. Ну, а это графиня пунктуации. Чем же ты занимаешься? Я обладаю своим предприятием. Знаков припинания. Хочешь попробовать? Конечно. Ну что ж, давай. Ровно два года назад в этом же зале мы презентовали фильм о русском языке. И прямо тогда пообещали снять еще один о чувашском. И вот то, что сказано, сделано, это, конечно, восхищает. И, конечно же, вот когда таким образом делаются дела, то можно быть всегда уверенным в будущем. А здесь во двойне можно быть уверенным в будущем, потому что это дело сделали под руководством замечательной семьи Шоплевых, наши дети, которые учатся пока в школах и параллельно учатся творить. Очень много проектов реализует Куча Мала, поэтому Марии огромное спасибо за то, что она, так как знаете, волшебница, идейная вдохновительница. Желаю процветания. Ну и чтобы детей, которые сегодня выйдут из этой школы, мы в перспективе увидели на большой сцене, где-то уже на экранах действительно серьезных каналах, а я уверена, что у детей такое будущее есть. Поэтому спасибо огромное всем участникам, и я желаю приятного просмотра, потому что я сама в прискушении, очень хочется увидеть. Фильм очень замечательный, добрый, а самое главное, искренний и обковедный. Фильм состоялся. Даже ловил себя несколько раз на эмоциях, что наворачивали слезы от эмоций, потому что действительно фильм попал, я думаю, в самую глубину души. Мне очень тепло. Сидел и плакал. Отчасти. Это было красиво, это было эстетично, это было модно, современно-молодежно, да? Выше всяких похвал именно операторская работа. Я наслаждался душой, потому что действительно красивая постановка, красливые вещи. Это очень дорогого стоит и действительно профессиональный подход. Отдельных слов благодарности, похвалы, конечно же, требует игра наших актеров. Не чувствовалось ни фальши, не чувствовалось ни наигренности. Ребята играли, жили вот этой атмосферой и чувствовали, что исходило именно от них. Я благодарю всю команду, еще раз, очень малые, за то удовольствие, которое я сегодня получил. Хочу выразить свое восхищение детьми, их трудолюбием, их непосредственностью и талантом. Мне очень понравилось, потому что я играла в этом фильме и вообще, в общем, очень классно. Смонтировано, персонажи, как это все игралось. Это так круто, столько труда и такой прекрасный фильм получился. Фильм замечательный, мне очень все понравилось. Говорит о том, что нам надо беречь свой чувашский язык. Я чувашка и горжусь этим. И рада, что такие фильмы позитивные появились, что взаимосвязь русского языка и чувашского показали, что это очень ценно, что нужно помнить, кто мы, откуда мы. И все это нужно сохранять и приумножать. Фильм очень замечательный. Я посмотрел, даже можно удовольствие получил. Но это очень хорошо для нас всех, потому что на самом деле чувашский язык и родная культура необходимы. На самом деле угасает еще. Этот фильм показывает нам о том, чтобы мы не забывали этот язык наш, нашу культуру. И Иван Яковлевич Яковлев, он правильно сказал, что надо держаться с русским великим народом. Мне кажется, или я даже уверена, что этот фильм за один час, что дети за один этот час сделали больше для популяризации чувашского языка, чем взрослые могли сделать за год, а то и больше. Я говорю сейчас конкретно и про школу тоже в том числе. Я сама классная руководитель. Каждый сентябрь или конец августа мы раздаем вот эти вот заявления на выбор языка. Мы придем в каждую школу Чувашской республики для просмотра, чтобы каждый школьник для себя сделал именно осознанный выбор. Именно выбор, который не зависит от мнения окружающих или от каких-то субъективных качеств, модно, не модно, как это часто звучит в школьной среде, а именно выбор своим сердцем. А данный фильм поможет именно с этим выбором. Я считаю, что его должны увидеть практически все дети в нашей республике. И со стороны Министерства культуры мы сделаем все возможное, чтобы его показать на больших экранах кинозала, которые открыты при поддержке Фонда кино. И могу уверенно сказать, что этот фильм достоин того, чтобы его показывать на большом экране. Спасибо большое всем и ребятам, маленьким нашим артистам, и всем людям, которые причастны к созданию этого фильма. Субтитры создавал DimaTorzok